Об итогах комплексного мониторинга в государственных организациях среднего образования Северо-Казахстанской области рассказали на площадке региональной службы центральных коммуникаций. Как выяснилось, в ходе мониторинга в общеобразовательных школах региона есть факты нехватки медработников, отсутствия горячего питания, низкой скорости интернета и другое. Тему продолжит наш корреспондент. Комплексным мониторингом охватили 462 государственные школы Северо-Казахстанской области учреждений образования, проверяли на предмет наличия внутренних санитарных узлов с локальными очистными сооружениями, систем видеонаблюдения, соответствия их стандартам и требованиям. Как было отмечено в ходе брифинга, в девяти начальных школах медицинское обслуживание не организовано из-за отсутствия медицинского кабинета. В восьми школах отсутствовали медицинские работники. Данный факт объяснили нехваткой кадров. В 12% начальных и основных сельских малокомплектных школах нет горячего питания. Обратили участники мониторинга внимание и на соответствие материально-технической базы. В 13 школах котельная находится в учебном здании. На сегодняшний день для решения этой проблемы из областного бюджета выделено более 130 миллионов тенге. На сегодняшний день работы по выносу котеля начаты. Требуется проведение капитального ремонта внутренних помещений в девяти школах, в том числе в пяти требуется капитальный ремонт спортивного зала. По информации директоров школ, на все объекты имеется проектно-сметная документация. А на сегодняшний день в этих объектах проводятся текущие ремонты. Надо отметить, что во всех школах области имеются компьютеры, подключенные к сети интернет. Однако в шести школах области скорость подключения низкая, что затрудняет работу. 122 школы имеют доменное имя третьего в зоне ЕДУКИЗ. Руководителям отделов образования, методическим кабинетам необходимо обратить внимание на оснащенность учебных предметных кабинетов в соответствии с государственными образовательными стандартами образования. Более 10% малокомплектных школ области требуется оснащение современным оборудованием для выполнения практической части учебной программы. Как отметила руководитель департамента, внутренние санитарные узлы есть во всех школах области. Что касается систем видеонаблюдения, они установлены во всех организациях среднего образования. Однако большинство из них не соответствуют стандартам и требованиям совместного приказа МВД, а точнее не подключены к системе ЦОУ и пунктам полиции. Елена Горбань, Анатолий Белонок, Служба новостей.